То есть еще раз, в чем проблема при гетероспедастичности? Сами вот эти оценки, первый столб хороший, она с ростом количества наблюдений, а у нас 50 тысяч, становится все более и более похожей на настоящую бета. Она не смещенная, то есть она при случайной выборке наблюдений может оказаться выше настоящего бета или ниже настоящего бета. Проблема вот в остальных столбиках, вот остальные три столбика ложевые, а первый хороший. Вот эта стандартная ошибка, она плохо оценивает стандартную ошибку, из-за того, что вот эта стандартная ошибка плохо оценивает настоящее истинное стандартное отклонение коэффициента, из-за этого тест-статистика не имеет это распределение, и вот это p-value, оно неправильное. Но из-за того, что здесь огромное количество наблюдений, то никакая гетероспедастическая, кроме быть совсем экстремальная, а здесь яма такая слабенькая, ну что, тут поменьше, тут побольше, поменьше, побольше. Тут какая-то ерунда, не гетероспедастическая осталась, поэтому здесь даже если мы применим эту поправку, нас ничего уже не спасет ситуацию при такой дикой значимости. Но, тем не менее, можно при желании заметить, что стандартные ошибки поменялись аж местами на 10%, ну здесь не сильно, здесь на 10%, да? Ну, на 10% поменялись, да, вот было 0,44, стало 0,55, это сколько, на 25%, да, соответственно, доверительные интервалы стали бы шли на 25%, да, то есть вот если посмотреть, но для нас это никак не меняет, некоторые, правда, не поменялись, он был 0,27, стал 0,27, но суть в том, что все-таки вот стандартные ошибки эта команда пересчитывает, использует, и, соответственно, корректная проверка гипотез, но поскольку здесь все было дико значимо, то даже увеличение стандартных ошибок на 25%, с 44 до 25, до 55, ну вот, тест-статистика, конечно, поменялась, было вон сколько, было 50, а стало 40, да, то есть она упала на 20%, но несмотря на падение тест-статистики на 20%, ну как-то вот со значимостью из-за большого количества наблюдений ничего не случится, окей? Так, хорошо, значит, и, ну вот, собственно, это такая быстрая мера, то есть подправить, то есть два действия, которые надо следить, это смотреть, а действительно ли у нас модель линейная, или у нас из-за нелинейности модели у нас дисперсии растут, и вторая мера, это вот, когда даже мы уверены, что зависимость более линейная, то нестабильность дисперсии можно побороть использованием рабочих стандартных ошибок. Единственный недостаток, то что здесь все результаты асимпатические, и пробовать вот эту подправку имеет смысл прием, ну, больше 100, наверное, то есть до сотни, может быть, даже до 200, подправка на коррекцию вместо стандартных ошибок стандартные ошибки рабастаны, бессмысленно, потому что там результаты только асимпатические. А так все отлично, то есть мы откорректировали и забыли. Окей? Как посмотреть, то есть мы, правда, не задавались вопросом, ну, кроме как графически, а была ли гетероскетастична, может, ее и не было, может, зря мы это затевали. Но тут ответ следующий, что на самом, вот тут такой важный ответ, что вопрос, надо ли проверять, то есть проверить мы можем. У нас есть, например, тест Бройша-Пагана, давайте быстренько сделаем BP-тест. Это для чего? Тест, формальный тест на гетероскетастичность. Мы сказали, что можем посмотреть графически, меняется ли разброс Y-ков от регрессора. Есть формальный тест. Как устроен этот формальный тест? Ну, давайте сначала сделаем Бр на этот раз, а потом обсудим. Значит, сделаем BP-тест от модели, которую мы проверяем на гетероскетастичность. Что делает этот тест? Этот тест, на самом деле, прогоняет две регрессии. Первая регрессия, которую он прогоняет, это, значит, исходная модель, оценка, то есть тест Бройша-Пагана. Тест Бройша-Пагана. Еще этот тест называют тестом Уайта. Как только его не называют. Более Бройша-Пагана, чем первая. Значит, просто оказывается, что он по своей структуре похож на тест-мошки Лагранжа, поэтому лучше Бройша-Пагана, но не здесь важно, можно бывает. Что он делает? Он, значит, делает шаг 1, шаг 1, оценивает исходную модель, оценивает исходную модель, значит, а именно строит регрессию, Y-кейтера, минус, бета 1, плюс, бета 2, X-ит, плюс, бета 3, Z-ит, плюс, и все, и т. Из первой модели получает остатки. Дальше строит регрессию на шаге 2. Он смотрит, а от чего зависит размер остатка. То есть он в квадрат возводит остаток, потому что остатки бывают в плюс, минус, там не важно, в плюс он или в минус, гетероскедостичность – это зависимость размера остатка. Соответственно, строится регрессия ε-т с крышкой в квадрате на те же самые регрессоры, что были в исходной модели. Можно указать, в принципе, другие, но по дефолту на те же самые. А, собственно, тест White называется там модификация, где строят регрессии на… Можно на любые здесь строить. Она ни от чего не должна зависеть, размер остатка. Когда ни от чего не зависит, это гетероскедостичность. Как только он хоть от чего-то зависит, это гетероскедостичность. Тест Brosh Pack, но по дефолту, который реализован, он строит регрессию на исходные переменные, а White сказал, давайте строить на исходные переменные, на их квадраты и попарные перекрестные произведения. Вот это тогда тест White. Значит, с крышкой границ, пускай твита. И, соответственно, дальше проверяется гипотеза о том, что размер остатка ни от чего не зависит. То есть гипотеза о том, что гамма-2 равно 0, а гамма-3 равно 0. То есть это гипотеза о гомоскедостичности. Ну, и, соответственно, давайте посмотрим на наш вывод. У нас вот здесь посчитано автоматом P-value. P-value очень маленькая. Значит, какой вывод мы можем сделать про эту H0? Если маленькая. Где? Ну, что она отвергается, принимается и так далее. Да, да, мы можем сделать вывод, что H0 отвергается. Да, альтернативная гипотеза здесь о том, что гетероскедостичность имеет место, то есть размер остатка зависит от каких-то факторов. И, соответственно, в нашем случае, ну, конкретно в этом, H0 отвергается, потому что P-вели очень маленькие. Окей? Соответственно, да. Здесь, когда P-вели маленькие, нам плохо. Получно всегда это хорошо. Ну, тесты по-разному устроены. Бывает так, бывает так. Не скажешь, надо всегда помнить, что за H0. Как правило, H0 это всегда формулируется в виде равенства, когда что-то чему-то равно. Как правило, даже нулю. Либо равенство, либо на то и показать. Ну, это разница. Дельта равна нулю. Соответственно, тест-брошпак нам говорит, что мы... Ну, вот здесь есть такая проблема, что на самом деле кажется логичным следующее последовательное действие. Ну, сначала, значит, возьмем... Ну, вообще сначала построить график. Да. То есть здесь у нас логичность, она есть. Есть. Она, с вами, по графику, не сильно выраженная. Но все-таки видно, что вот если я при таком X, вот при L логарифме карат равном нулю, вот мне нужно вот ладошку, чтобы зажать от большего до меньшего. А если я возьму маленький X, то мне надо по ладу даже меньше, даже меньше половины, чтобы зажать диапазон значений. Вот. У меня не должно быть такого. Должно быть, что все время у меня вот постоянной ширины примерно полно. Ну, понятно, что имеет место случайность. Логарифм от логарифма, я думаю, что она все-таки уже... Тут все-таки зависимости линейные. Как мы потом это будем объяснять? Логарифм от логарифма. Извинения, нет. Извинения, изменения. Разводная третьего порядка. Это молодец, конечно. Сандес очень нравится. Вот. Любой. Соответственно, кажется логичным. Провел тест, если есть гетероскедастичность, используешь вот эту ошибку. Нет, гетероскедастичность и не используешь. Эту ошибку используешь. Это неправильно. Алгоритм действий. Потому что статистические процедуры, ну, как правило, либо они разрабатываются так, чтобы идти вот прям вместе с каким-то тестом, либо они разрабатываются, чтобы вот действовать отдельно. И, соответственно, алгоритм действий такой, правильный. Если у нас есть основания, если есть теоретические основания подразумевать гетероскедастичность, я поэтому, собственно, здесь так и поступил. Я сначала использовал правильные робастные стандартные ошибки, а потом, на всякий случай, протестировал гетероскедастичность. Это правильный алгоритм действий. Если есть теоретические основания подозревать гетероскедастичность и M больше 100, ну, или давайте 200 даже для безопасности напишем, то надо не задумываясь, то не думая использовать робастные стандартные ошибки. Использовать робастные стандартные ошибки. Неважно, обнаружили ли тест гетероскедастичность, не обнаружили. Алгоритм простой. Если есть основания, вот у меня предметы разного размера, в данном случае понятно, что когда бриллиант там какой-то большой, то для него там маленький дефект может существенно менять его стоимость в абсолютном выражении. А для маленького бриллианта, ну, какой-то дефект, он уже не так сильно влияет, поэтому здесь логично ожидать гетероскедастичность, поэтому надо использовать робастные стандартные ошибки. вот, не думая о... Окей? Так, хорошо. Значит, давайте дальше пойдем. С гетероскедастичностью будем считать, поборолись. То есть, ну, борьба простая. Ответ. Мы используем робастные стандартные ошибки и... Или логарифмируем. Да, или логарифмируем, а все тесты, все коэффициенты, они пересчитываются с учетом робастных стандартных ошибок? А вот, да, вот у нас все пересчиталось. Это просто вторая модель. А коэффициенты тоже пересчитались? Нет, коэффициенты тоже хорошие. Коэффициенты прям один в один. С вероятностью такой длины, да? Да, вот эти пересчитали, статистику, даже ошибки пересчитались Основные коэффициенты хорошие, то есть гетероскодосичность для коэффициентов не опасна Просто вероятность значимости коэффициентов, можно переоценивать А если у нас нет теоретических оснований и n-200, что это? Если нет теоретических оснований, ожидать гетероскодосичность и n-200, использовать обычную регрессию и быть счастливой Если n-200, то использовать не параметрически уже, да? Ну, или что-то другое Ну, то есть, что еще можно использовать? На самом деле, есть еще один, третий способ Это, правда, не борьба То есть, ответ такой Стандартные ошибки осмыслены только при большом количестве наблюдений Ну ладно, еще там больше 100 тоже можно Вот если n-100